всем привет народ добро пожаловать на такую необычную серию в этой серии мы вам хотим рассказать и показать наши небольшие такие дрифтовые побоище в тагиле сразу говорю я нихрена не шарю в корчах а все рассказывать будет вам дима да он тоже нифига не шарит но мы вам просто покажем что у нас вообще в тагиле происходит покажем такие лайтовые тачки которые у нас присутствуют надеюсь вам понравится начнем пожалуйста такого небольшого skyline давай рассказывать что-то про него знаешь только погромче я вот знаю что по сути по крышке я не могу себе запределить мне кажется это первый либо второй джейда нет а это не здесь это ну вот у него впуск такой вот он видите пластмассовый пластмассовый по открытым пойдем дома да да потому что блин все закрыты вон там здесь стоят марки бмб е-36 тойота николая Двигатель тоже закрывает, он из команды NSFactor не председает. Что здесь? Момо. Ну, к востоку, ничего необычного. Интересный экземпляр. Супра, супра очень. Сиреневая. Свет такой, такой на солнце. Смотрите, мы на новой программе. Такой, какой, нормальный. Это Toyota Mark II. На нем ездит девушка с рутами Маши, на командование асфальта. Ну, руль Момо. Также кедряч на ручке ездит. Ну, все по стоку. Это должно быть укорчать. Да, нормально. Вижу расширение стоит. Сантиметр в пять, наверное. Так, это так, нормально. Да. Марк, Марк, Альтеза, Элис, Лексус, что это? Вот еще один интересный экземпляр. Тоже по минимуму подготовленный. По мотору ничего не делается, все закрыто. Если не ошибаюсь, это Nissan 180. Если не ошибаюсь. 180 Nissan, если он не ошибается. Я вообще в душе. Дальше идет Альтеза. Дальше Альтеза. С такой вот у нас жопой, не жопой. Здесь и вентиляторы стоят. Ну, я вижу. Вентиляторы. А пока? Да, в салон. Охлаждение, я попал на программе. В салон. Ага, вы что тут поставили? Ручка и драчка. Ручка интересная, из скамейки наверно. С парком пришел. А ты что, снова? Что я думаю? А, 500-й глади. Вот он, настоящий дыркорс, бюджетный. Ручка стоит. Потом что, где? Ручник стоковый. Руль тоже такой. Ну, я сразу сказал, что особо ничего интересного такого не будет. Там, ну, есть несколько, но про них тоже ничего не известно. Чтобы вот, как бы, не разглашать. Там, вот, снова стоит марк 2. Это БМГ. На марк 2 полно здесь, так-то. Но тоже на расширении. На нормальных что-то спереди дисках. Такое интересное, кстати, расширение для марка мне нравится. Спереди тоже эти арки не могу. Арки такая раскатанная. Ворки. Тоже. Без такого ручника. Без каркаса. Все дела. Домикун. Домикун вылез откуда-то из колонки. Домикун. Домикун. Домикун вылез откуда-то из колонки. Вот. Так же, эти вентили там. А фондайка. А вот уже, это было более нормально. Ну, это уже подготовка. Ну, что, это, 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 пойдемте, смотри. Это, это стенд. Стенд, самый. Нормально. Да столько пойдем. Е30, кстати, вроде настолько не сжимает, он трёхкратный победитель ОЛД, но если не ошибу, в том году это... Ну и вот чё, мы дыра, консульское развлечье у него чё. Подвигать я тоже не могу сказать. Кстати, я впервые заметил, что хотя бы у одной из огнетушителей под собой. Да, ну да, кстати. Ну он слева и сидит, чё у него какие-то дыра. Что потом у него? Думблеры есть. На руле у него сейчас. А как вы поняли, мы ни хрена не шарим вообще. Ни разу. Блюткая лавочка, прям важная лавка. Вон поехал дрифтить, нормальная тема. Прям важная лавочка садится на машине. О, нет, стой, не показывай. Чё, чё это за машина, как думаете, обводи вокруг. Ронад писать не буду показывать. Это будет круче. Короче, соревни. Ставим на паузу и пишем комментарии. В общем. Подожди ты. Сниму. Пацаны, хотите, да, нормальное расширение, покупайте фандерани по размеру и просто их плавьте. Не знаю чем, можете резиной. Грядка у него тут. Видеотехник стоит. А, ну где этот? Не нравится ручка. А у него участница, какой двигатель? Здесь, вот, ждет. Пожмаем, счастливее. Да, бэха у нас. Блин, музыка долбит, конечно, не очень хорошо. Видеотехник. Болтовой каркас, кстати, уже. Да. А, кстати, да, как засекает. Такой легкий каркас. Так же, короче, тум, предохранители, руль, персона, сабельки стоят. А это, я так понял, на шестнаре от Приори, да? Да. Еще с турбиной. Да, да, да. Это турба Жига на шестнаре. Ну, мне кажется, она тяжелая для шестнаря с турбиной. Сделано, по крайней мере, тяжело. Тем более на лето. Так, ну, это сугубо моего мнения. Как бы шестнарь с турбиной на лето. На таких лаптях с каркасом, который весят, как пол машины. Короче, дальше очень супер крутой аппарат. В нем, короче, 700 лошадей. 700 лошадей. Похранить. Бобина мне прям вообще это убивает. Там просто стоят перевентили. На основе все очень жарко. Вообще капец. Это команда из КРС. И вот здесь реально температура локала. Карбоновые двери. Нормальный каркас. И это что у нас стоит? О, это я не могу. Тут нужно что-то кастомное заделать. Блин, я не вижу, что за моторами. Не могу понять. Это машина с X240 как-то называется. Он, кстати, в том году был в сером свете. И очень покрасненький. Так, ну что мы его полуметаллические сделаем? Варь, наверное. Ну полуметаллические, это мы видим. Ну смотри, педали нормальные, необычные. Когда мы стараемся, у кара стоят. Педрач на ручке. Охранять его там в шланге. А, охлаждение стоит. Как скажешь, дебилы. Так дальше у нас тут Супра на расширении. В том же саде карбоновый. Да, карбоновая крышка багажника прикольная. На расширении саде. Я уже сказал. Он с парка стоит. Че, каркас у меня? Какое? Каркас уже, да. Молтой вроде? Наклейка RDS, ну не знаю, RDS это по-настоящему или нет. На втором бюджере. Это, короче, Lexus. Если я не ошибаюсь. Короче, наподобие вот этого. Ну, а Lexus. Он же, вон, у кого-то вон на расширении стоит. Его участники. Участник RDS, RDS, GP. Участник RDS, GP. Участник RDS, GP. Редактор субтитров. Редактор субтитров. Редактор субтитров. Корректор субтитров. Не закидывайте нас камнями. Чем могли, тем помогли. Редактор субтитров.